Жительница Челябинска собирается судиться с одним из салонов связи. После покупки телефона выяснилось, что аппарат вовсе не новый и даже побывал в ремонте. Но магазин деньги возвращать отказался. Подробности в материале. В этот салон связи в Ленинском районе клиентка приходит уже не в первый раз. Говорит, купила телефон, думала новый. Был в коробке, в пленке и, казалось бы, открывали и включали аппарат при ней. Вот только спустя месяц гаджет, стоимость которого 10 тысяч рублей сломался. Девушка отнесла смартфон в ремонт по гарантии. Там и узнала, аппарат был и уже сдавался в ремонт. Вы видите, вы мне его продали после замены смартфона. То есть вы мне его продали после ремонта. Это же официальный дилер. Ваша компания не отрицает, что телефон был продан после ремонта. Нигде не даже извинений принесли. То есть это нормальное извинение? То есть, на И будет основная ответная претензия. В магазине ответить на вопросы покупательницы не смогли. Зато клиентка познакомилась с богатой историей своего нового аппарата. Когда-то у смартфона была замена платы. От магазина она требовала вернуть деньги. Нигде ничего не написано. И получается, у вас в салоне пишут, смотрите, вот один ответ, вот второй. А теперь вопрос, чем они отличаются? Ничего. Все хреново. А я помню, когда вы второй раз заходили, мне кажется, что это одна и та же ежемка. А можно как-то, может быть, переговорить с этим человеком, с исполнителем ответа? Пусть они занимаются. Они нам опять скопируют этот же ответ. В полиции все равно заявление уже есть. Не добившись от менеджеров салона связи внятного ответа, девушка решила написать заявление в полицию. Но был ли обман, теперь будут выяснять служители закона. Кристина Виноградова, Татьяна Лаврова, 31 канал.